Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Городские мероприятия в фестивальном пройдут по плану, несмотря на арест директора. В Сочи расследуют серию краш велосипедов. Теперь ищут владельцев найденного транспорта. В Сочи вместо трех маршрутов появится два. Оптимизацию автобусной сети наметили на январь. Книжный шкаф, юридическая помощь и зооволонтерство. Сочинцы подали 15 заявок на участие в конкурсе «Доброволец России». На Кубани около 26 тысяч обманутых дольщиков получили свои квартиры. Надежда появилась и еще у трех тысяч человек, которые годами ждут свое жилье в Краснодаре и Новороссийске. Чтобы достроить их дома, уже найдены инвесторы. Намерения скрепили подписями в соглашениях в присутствии губернатора края и заместителя генпрокурора страны. А после Вениамин Кондратьев и Андрей Кикать провели совещание и обсудили механизмы защиты прав дольщиков. Под уголовным преследованием на Кубани 147 застройщиков и 19 должностных лиц. Все дела в рамках масштабной работы по защите прав обманутых дольщиков. Ее совместно с прокуратурой краевые власти начали чуть меньше года назад. И сегодня на встрече главы региона с заместителем генпрокурора России подводят промежуточные итоги. Как и было заявлено ранее, избежать ответственности не получится ни у кого. Это и руководство муниципальных образований, и судебные приставы, и эксперты, а также сотрудники органов Росреестра. В настоящее время в рамках этих уголовных дел 55 обвиняемых содержатся под стражей, 22 под домашним арестом. Могу сказать, что на данный момент работа продолжается, по всем делам ведется расследование, они находятся на контроле генеральной прокуратуры. На примитивном примере и дома эти строились, никто не контролировал и почему-то не заглядывал, ни в сроки, которые были заявлены в соглашениях, в договорах, в обязательствах застройщик. Прошло время и, конечно, намного дороже нам уже сегодня стало восстановить права обманутых дольщиков. Намного дороже. И сегодня, тем не менее, мы можем заявить, что 26 тысяч дольщиков в Краснодарском крае, большей частью, уже получили свои квартиры и их права восстановлены. Помощь дольщикам, которые так и не смогли получить свои квартиры, это еще один самый важный этап совместной работы. В присутствии губернатора края и заместителя генпрокурора России заключают соглашение между инвесторами и мэрами Краснодара и Новороссийска. Подписи скрепили намерение завершить строительство девяти домов, а это больше трех тысяч человек, которые получат свои квартиры. Новый краевой закон предусматривает экономические преференции компаниям, которые готовы взяться за проблемные дома. Однако размер компенсации не может превышать реальных затрат, которые в итоге понес застройщик. Мы сегодня восстанавливаем права обманутых дольщиков за гораздо меньшую компенсацию по тем объемам, которые вы восстановили сегодня, чем компенсация, которая вчерашней властью вам была обещана. Соразмерность компенсации, коллеги, вот что самое главное. А когда у нас, допустим, за 100 миллионов дается 36 участков по Краснодару, в любом месте, куда... Ну, коллеги, это не компенсация, это злоупотребление. Сегодня есть закон, краевой закон. Давайте в рамках закона пересмотрим тогда наши взаимоотношения. Наша конечная цель – это реальная помощь людям в виде передачи квартир, которые уже они и так длительное время ждут. Сегодня уже разрешены проблемы в отношении 121 дома. 50 из них было достроено и введено в эксплуатацию, а 65 объектов оказались заложниками формальных проблем. С этими проблемами мы также разобрались, и в результате дома полностью введены в эксплуатацию, квартиры переданы людям. Предусмотрели в новом законе и различные ситуации, с которыми могут столкнуться при завершении строительства дома. Ведь уже сегодня известны случаи, когда недобросовестный застройщик не просто бросил дело на полпути, но и всячески препятствует, чтобы этот объект передали другому инвестору. Теперь этот процесс должен заметно ускориться. Найдено решение и этой проблемы. Мы совместно с губернатором разработали и приняли принципиально новый региональный закон. В нем продуман механизм, позволяющий принудительно изымать недостроенные объекты вместе с земельными участками и передавать их новым инвесторам и застройщикам, которые имеют возможность и желание завершить строительство. Для более быстрого поиска решений по каждому объекту на Кубани создали реестр проблемных домов. В него вошли не только многоэтажки, которые возводились на деньги дольщиков, но и самострое. Всего их получилось около полутысячи. За последние 8 месяцев из этого списка удалось исключить больше 120 домов. А это значит, что люди получили свои квартиры. До конца года из реестра исключат еще 47 объектов. И уже найдены инвесторы для 30 проблемных многоэтажек. Но впереди предстоит немало работы, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Работа с застройщиками должна носить системный характер. Системный, ежедневный, если хотите, ежечасный. Чтобы мы снова не поимели вот такое количество обманутых дольщиков. Проблема будет снята тогда, когда мы каждому дольщику дадим возможность реализовать свое право и вселиться в его квартиру. И проблема будет снята. Только тогда она будет снята. Все остальное это будет уже болтовнёй со стороной власти. А еще раз подчеркиваю, власть это для людей, для жителей края, это все мы вместе взятые. Именно поэтому требования ужесточили и к выдаче разрешений на строительство. За последние полтора года власти Кубани отклонили 175 заявлений застройщиков, которые планировали возведение домов с долевым участием. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко и Алексей Комаров. Кубань, 24, Краснодар. Почти миллион запросов в Росреестр направили жители Кубани с начала этого года. А сегодня с руководителем ведомства встретился глава региона. Управление Федеральной службы госрегистрации кадастра по Краснодарскому краю Александр Долгов возглавил меньше, чем две недели назад. В ходе встречи обсудили специфику работы в регионе. Вениамин Кондратьев отметил, что от решения многих вопросов, которыми занимается ведомство, зависит улучшение жилищных условий кубанцев. За каждым обращением к вам стоят люди. И это обращение людей, а подчас селян, которые не то, что не знают, как заявление написать. Они никогда в жизни не были в этих кабинетах и в этих учреждениях. И вот здесь я просто прошу максимальное внимание к простым людям. Не зачтите за труд еще раз, лишний раз, где-то им объяснить человеческим, простым языком, что от них нужно, чтобы они могли поставить свой дом, свою земельку на кадастровый учет, сделать из него объект недвижимости, в случае необходимости продать или даже оставить по наследству своим детям. Я прошу именно такого отношения в работе. Илья Иванович, спасибо вам за высокое доверие, оказанное в мой адрес. Я всеми силами буду стараться воплотить его в качественную работу. Поставлены вами задачи, безусловно, будем выполнять высокой долей ответственности. Так как Росреестр является сервисной службой, то есть службой, предоставляющей государственные услуги, всеми силами будем стараться, чтобы качество этих государственных услуг было на высочайшем уровне. Также на рабочей встрече обсудили вопросы контроля землепользования. Свободной земли на Кубани практически нет, а участки при этом стоят довольно дорого. Как обратил внимание Вениамин Кондратьев, сегодня важно, чтобы они не были заброшенными и использовались по назначению. И во многом этот вопрос зависит от принципиальной позиции руководства Росреестра, отметил глава региона. Мы аграрный регион, и очень важно, чтобы земля качественно использовалась, и здесь целевое использование, особенно, земли соблюдалось. У нас сегодня встречаются факты, и они, к сожалению, не единичные, где целевое использование земли нарушается. У вас есть право актировать в рамках местного кодекса, накладывать штрафы. Ваши акты служат основанием для того, чтобы органы госвласти обратились в суд об изъятии земли у недлежащего или арендатора, или даже собственника. Поэтому здесь тоже ваша позиция должна быть принципиальной. Еще раз подчеркиваю, что сегодня каждый клочок, каждый квадратный метр кубанской земли, он очень дорого стоит. И просто, чтобы она простаивала или прогуливала, ну это недопустимо. В зоне внимания Росреестра и деятельность арбитражных управляющих при банкротстве. По словам Вениамина Кондратьева, в первую очередь они должны руководствоваться принципом оздоровления экономики, как отдельного предприятия, так и в целом края. Насколько этому будет соответствовать работа арбитражных управляющих, также в числе принципиальных задач Росреестра. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Городские мероприятия в фестивальном пройдут по плану. Об этом заявила заместитель главы Сочи Ирина Романец. Напомню, в Сочи арестовали директора концертного зала. Суд отправил его под домашний арест. Исполняющим обязанности директора фестивального назначен бухгалтер концертного зала. Власти города выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Евгению Паснюку инкриминируется растрата в 1 миллион 300 тысяч рублей. Также отмечено, что концертный сезон продолжится, как обычно, до середины осени. Городской праздник, посвященный Дню Учителя, также намечено провести в концертном зале фестивальной. В Сочи расследуют серию краж велосипедов. Задержаны подозреваемые. Следственным отделом Хостинского района УВД возбуждено несколько уголовных дел в отношении 39-летнего местного жителя и 33-летнего уроженца сопредельной республики по статье «Кража». Мужчины проникали в подъезды многоквартирных домов и похищали велосипеды. Уже установлена причастность задержанных к 8 таким преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто опознал свое похищенное имущество, сразу же незамедленно сообщить в полицию по телефону 02. Комфортный проезд. В Сочи появится новая маршрутная сеть. Поэтапная оптимизация начнется с 1 января и продлится до конца 2019 года. Одно из важнейших изменений – введение новых маршрутов. Это номер 1 и номер 11. Они будут курсировать по курортному проспекту, улице Виноградной, Донской, Транспортной и Яна Фабрициуса. Номер 1 будет ходить с Донской в сторону Краснодарского кольца. А номер 11 будет идти ему навстречу, начиная двигаться с Донской в сторону Виноградной. Соответственно, будут отменены дублирующие их номер 1, 17 и 47. Еще одним нововведением будет перевод части пригородных маршрутов на городские, многотарифные. В частности, это касается Адлерского и Лазаревского направлений. Например, маршруты номер 125 и 155 станут городскими. Таким образом, льготники смогут пользоваться проездными и доехать до Адлера и Лазаревского со скидкой 50%. Также в городе планируется замена автобусов малой вместимости – это Богданы и Хюндай. На их смену придет транспорт, оснащенный кондиционерами, пандусами для маломобильных пассажиров и терминалами для безналичной оплаты проезда. В следующем году в Сочи появятся новые автобусы, специально адаптированные для маломобильных пассажиров. Об этом стало известно сегодня на заседании Совета по делам инвалидов при главе города Сочи. Были подведены итоги работы по обеспечению требований доступности на городских объектах. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что в фан-зоне, построенной к Чемпионату мира по футболу, были отведены места для болельщиков с инвалидностью. Также к проведению мундиаля в Сочи дополнительно было приведено к требованию доступности 56 объектов. На это выделили 900 тысяч рублей из городского бюджета. Отремонтирована тактильная плитка, пешеходные зоны, понижающие бордюры. Нам надо дальше продолжать эту работу, потому что она очень необходима для жизни людей. Много сделано, но есть вещи, которые просто такие точечные, их надо доделывать. На совете рассказали о том, что теперь весь муниципальный транспорт Сочи станет доступен для инвалидов, в том числе и новые автобусы, которые появятся в городе в следующем году. 400 транспортных средств будут полностью адаптированы для маломобильных групп населения. Анатолий Пахомов напомнил и о том, что на объектах капитального строительства необходимо учитывать требования безбарьерной среды, а при вводе зданий в эксплуатацию активно привлекать общественные организации инвалидов и технических экспертов добровольной системы сертификации. Уже 15 заявок подали сочинцы на участие в конкурсе «Доброволец России». Конкурс является ключевым событием года добровольца. Таковым президент страны объявил в 2018-й. Какие проекты выдвинули сочинские добровольцы на конкурс, расскажем в нашем следующем сюжете. Андрей Саакян – студент, будущий юрист, но уже сегодня помогает ветеранам отечественной и локальных войн в сложных правовых вопросах. Студенты и преподаватели Университета юстиции запустили проект «Согреем сердца, опаленные войной». Это юрпомощь на колесах. Бесплатные консультации по всему Большому Сочи. Люди такого поколения на сегодняшний день не особо подкованы. Для этого именно и работает наша группа. Студенты жаждут оказать какую-либо помощь нашим ветеранам. Чтобы они чувствовали себя более комфортно. Этот проект университет выставил на ежегодный всероссийский конкурс «Доброволец России». Он призван поддержать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты. Многие видели в Сочи вот этот шкаф с книгами, которые можно почитать и вернуть, взять себе на память или пополнить коллекцию этой мини-библиотеки своими любимыми изданиями. Но немногие знают, что автор проекта «Читай Сочи» – студентка Александра Коваленко. Ты принес книгу, оставил для других людей, поделился тем, что ты прочитал. Мы хотим создать условия для приобщения к чтению маленьких детей, студентов, молодежи и, конечно, старшего поколения города. Этот бокс появился в сквере недалеко от мэрии несколько лет назад и уже полюбился сотням любителей чтения и последователей буккроссинга. Это движение по обмену книгами. Часто приходят люди, я в том числе часто посещаю, здесь очень много разной литературы, на любителя. Кто любит художественную, кто техническую. Вы знаете, когда у меня есть свободная минута, я прохожу мимо, я стараюсь обязательно подойти и посмотреть, что там такое. Потому что любой читающий человек меня поймет. У нас в Владивостоке точно такой же, только он более реоритетный и стеклянный. Мне кажется, это сказочное такое место, когда такие вещи стоят, прям завораживают, притягивают людей к себе. Такие добрые слова, говорит автор проекта Александра, это лучшая награда. В будущем хотелось бы установить такие книжные шкафы во всех районах Сочи. И в этом мог бы отлично помочь конкурс «Доброволец России». Ведь для победителей в честь года «Добровольца» предусмотрены гранты до миллиона рублей. Ребята могут участвовать с 8 лет и, соответственно, до бесконечности есть специальные номинации для волонтеров серебряного возраста. То есть, в принципе, каждый доброволец сможет найти для себя ту нишу, в которой он сможет поучаствовать именно в данном конкурсе. Конкурс «Доброволец России» – социальный лифт для волонтеров. Проекты победителей будут тиражироваться по всей стране. Из Сочи уже подано 15 заявок. У остальных желающих время есть до 15 августа. Нужно просто зайти на сайт «Добровольцы России РФ» и заполнить заявку. Финал конкурса намечен на 5 декабря. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Завтра в Сочи открывается летний фестиваль «Музыкальное соцветие». Он проводится в нашем городе второй раз и собирает на одной площадке в парке науки и искусства «Сириус» солистов мировой величины. А 3 и 4 августа стартует еще один фестиваль классической музыки «Морская симфония» уже на центральной площади Олимпийского парка. Сегодня мы выяснили все нюансы предстоящих культурных событий у заместителя главы города Ирины Романец и художественного руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Ханса Юахима Фрая. 3 и 4 числа пройдет презентация и два дня будет звучать великая итальянская опера «Сельская честь». И эта опера со всеми интригами, с накалом, с великой итальянской музыкой под открытым небом, конечно же, придаст свое очарование и по-новому раскроет наш Олимпийский парк. И второй проект, который мы представляем, это уже второй фестиваль классической музыки на базе Центра науки и искусств «Сириус» с 28 июля. И продлится до 15 сентября, пройдет 7 потрясающих концертов. Каждый концерт будет неповторим. Организатором, вдохновителем этих концертов стал Центр «Талант и успех», фонд «Талант и успех». И господин Фрай, художественный руководитель, так подобрал и исполнителей, так подобрал и музыкальный материал, который будет звучать в рамках этих семи концертов, что мы, конечно, все с нетерпением, любители музыки города Сочи, наши гости, с нетерпением ждем второго фестиваля классической музыки. На мой взгляд, наиболее интересное будет представление 3 и 4 августа концертное исполнение наиболее прекрасной итальянской оперы «Сельская честь» Петро Масканги. 75 минут музыки, романтической, страстной, о жизни в социалистской деревне со всеми переживаниями и эмоциями. Ну и к новостям из интернета. Волк или не волк? В соцсетях обсуждают видео, которое, как утверждает автор, снято в районе Мацесты. Едем по Мацесте, наблюдаем вот такую картину. Волк поймал курицу. Мнения разделились. Волк это или пес? Одно, несомненно, охота удалась, к сожалению, для владельца курицы. Ну и еще одна новость. В Сочи этой ночью можно будет увидеть кровавую луну. Полное лунное затмение будет продолжаться почти 4 часа и станет самым долгим в 21 веке. За это время луна окрасится в красный цвет. По расчетам астрономов, начнется затмение в полдесятого вечера. В 21 часу цирка энтузиасты установят телескопы для наблюдения за этим уникальным явлением. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго. До встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.